Добрый день. На библейский портал Экзегет поступил вопрос, что плохого в гороскопах? Если человек имел в виду звездное небо и звезды, то плохого в них ничего нет. Звездное небо, оно помогает человеку сориентироваться в пространстве. И в данном случае я хочу вспомнить себя в детстве, когда первый раз в жизни переехали из большого города на север. И тогда я только понял, как важна луна для того, чтобы освещать пространство ночью, особенно если идешь в темноте ночью. И как важны звезды, когда нужно сориентироваться по направлению движения. До этого я просто любовался звездным небом и понимал, что это все интересно. Но для меня, как ребенка, выросшего и получившего образование в советской школе, для меня гороскоп и звездное небо никогда не были вместе связаны. И до сегодняшнего дня мы, изучавшие астрономию в школе, кто бегал по ночам с телескопом и смотрел на небо, для нас другое понимание небо. Альфа Центавра находится от нас на расстоянии 4 и 37 персека световых года. Бета Центавра, по-моему, 450 световых лет. Гамма в 130 или 140 световых годах. Для чего я говорю эти математические цифры? Попробуйте понять перспективу расположения звезд. Если мы видим их одной величины, значит расстояние между 4 и 37 персека и 450 световых лет, оно должно быть компенсировано размерами звезд, чтобы мы их видели одинаковыми. Это что значит? Это значит, что перелетая в соседнюю галактику. Перспективу звезд мы потеряем. Почему? Созвездие изменится. Что это значит? Это значит только одно, что созвездий вообще в принципе не существует. Они актуальны для нас только с точки зрения смотрящего с Земли. Вот с Земли существуют созвездия. И как на вас может влиять звезда, которая находится от вас 4 световых года и 450 световых лет? Да, ясно, конечно. Луна может на многих влиять. Луна влияет на лунатиков, потому что вода, из которой мы состоим, она притягивается луной, так же, как моря и океаны, подвластна этому влиянию. Но это явление физическое. Оно никакое отношение к гороскопу не имеет. И все названия, которые присвоили люди вот этому созвездию, вот этому скоплению звезд, оно никакое отношение к судьбе, ну кроме как к луны, конечно, если луна притягивает. Если луна тебя сделает лунатиком, ты будешь по ночам ходить. Оно никакого отношения не имеет. Никак не может измениться твое бытие от звезд. Ты можешь этим пользоваться. Гороскоп, вернее, звезды — это то явление, которое даровал, одарил нас Бог для того, чтобы мы этим пользовались. Светило два на небе. Помните? Светило даже без имен. А где вы в Евангелии, в Библии читали что-нибудь об этом явлении? Вот поэтому, что плохого, не знаю в гороскопах. Вернее, знаю, что плохого, потому что гороскопы отвлекают человека от Бога и привлекают его к каким-то событиям, которые человек может предсказать или реализовать с помощью звезд. Он стоит свои планы, он стоит свои отношения человеческие не с точки зрения Бога, не с точки зрения Евангелия и Святого Писания, а с точки зрения взаимодействия его с какими-то предметами. Но все равно, что стоят свои отношения со стулом или с зимними покрышками или еще с какой-нибудь человеческой мешой или ерундой. Звезды были, а потом не стали, а потом появились, а потом умерли, а потом родились. И какое отношение имеет к судьбе человеческой? Непонятно. Но человек, чтобы не слушаться Бога, он переориентировал свои отношения на какие-то непонятные, совершенно не астрономические явления. Гороскоп и астрономия — это не одно и то же, а больше того, скажем, это совершенно разные вещи. Поэтому, если хотите любоваться небом, звездами и пользоваться ими, пользуйтесь, пожалуйста, на здоровье, сколько хотите. Но если вы будете считать, что ваша судьба зависит от них, то здесь наступает ответ на этот вопрос. Что такого плохого? Да ничего плохого. Просто, если человек называет себя козлом или еще каким-то животным, там, крысой голубой или еще каким-то явлением, простите меня, животные царствия Божия не наследуют. А мы с вами говорим о явлениях, которые связаны именно с конечным результатом. Козлы в Царствие Божие не пойдут. Аминь.